Эта неделя была богата на громкие события. Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде. США опять грозят нам санкциями. Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться в президенты. И это решение, в общем, ожидаемо и исход выборов предсказуем. Главный вопрос в другом. Каким будет новый срок президента Путина и как на нас будут давить до выборов? Ясно, что отстранение сборной от Олимпиады это не первый и далеко не последний пример такого давления. Очень подробно обо всей интриге вокруг Олимпиады рассказывал только что Дмитрий Константинович. Поэтому, если можно, сегодня мы на этом останавливаться не будем. А вот если говорить о абсолютно ожидаемом и совершенно прогнозируемом выдвижении Владимира Владимировича, то, конечно, главная интрига это с чем идет Владимир Владимирович на эти выборы. То есть, какова идея, что мы хотим увидеть от страны, какую мы хотим увидеть страну. Все-таки пару слов про Олимпиаду не сказать нельзя. С точки зрения того, что правильно мы едем туда или неправильно, я думаю, что это надо рассматривать с технологических позиций. Ну, представьте себе перед выборами. Мы здесь запрещаем ехать сборной нашей на Олимпиаду. Но какая-то группа спортсменов все равно бы поехала. И тогда вы бы увидели политическую демонстрацию. Это была бы политическая демонстрация. Из этих людей сделали бы политическую акцию. Вот те, кто туда поехал бы, это была бы политическая акция, и ее бы противники нашей страны использовали на 100%. Прямо перед выборами. Прямо перед выборами. Именно так. Это был, я думаю, что это был один из ходов, который должен был бы сработать. Поедут, не поедут, посмотрим. Если не поедут, тогда кого-то мы все равно туда вытащим. Сделаем из них диссидентов. Сделаем из них людей, которые являются, так сказать, политической группой носителей протестных настроений. И это показали бы прямо перед выборами. Поэтому я думаю, что здесь другого выбора просто технологически не было. Да, вот эмоционально я бы тоже послал однозначно, так сказать, какие-то непонятные, так сказать, предъявы и так далее. Я прошу прощения, да. Но с точки зрения технологической, тем более в контексте выборов, по-другому сделать, видимо, было нельзя. Потому что это оптимальная реакция. Она имеет свои минусы, но она имеет свои определенные плюсы. Что касается других возможных проблем, которые перед выборами будут созданы. Но, на мой взгляд, наиболее уязвимая точка это все-таки Сирия. Да, разгром террористов действительно в основной своей массе завершен. Он начат мирный процесс, но, во-первых, этому мирному процессу конца и края не будет видно. Но это обычное дело для Востока, для Ближнего Востока тем более. Во-вторых, я уверен абсолютно, что мы можем ждать провокаций в Сирии, вооруженных провокаций, которые организовать можно для того, чтобы дискредитировать нашу позицию по поводу того, что разгром закончен и так далее. Это очень вероятный момент, который, я думаю, что, к сожалению, может возникнуть. Кстати, как мы сегодня узнали, победили и французы. Все победили. Даже тех, кого там не было близко. Опять победили французы. То есть, если что, то проиграет Россия, если что, и Асад. А если победить, то, конечно, это к французам. Это понятно. Что касается возможных политических акций внутри России, мне кажется, здесь оппозиция антипутинская тоже, опять же, технологически, мне кажется, она уже проиграла. Сделать что-то серьезное до выборов практически невозможно. Да, наверное, они будут отрабатывать какие-то сценарии. Да, наверное, что-то мы увидим, особенно в крупных городах, попыткам мобилизовать людей через социальные сети. Но серьезного эффекта это, скорее всего, иметь не будет. Хотя крупные города, это традиционно для федеральных выборов наиболее проблемная точка. Это понятно, потому что именно в крупных городах сосредоточена большая часть, скажем так, оппозиционно настроенного электората. И третье, последнее, по поводу того, что же должно быть, чего мы ждем от следующего срока Путина. Потому что это важно. По крайней мере, по Конституции это последний срок Путина. Я думаю, что в историю он уже вошел. И здесь с этим вопросов не существует. Независимо от того, как к нему относиться. А по Конституции нет. Нет? Там же два подряд нельзя. То есть, поэтому через паузу... То есть, там же вопрос возраста и возможности. Нет, если просто быть точным трактованием Конституции, потому что там... И тем не менее, честно говоря, мне бы лично, хотелось бы, чтобы это был... Но действительно исторический по своим масштабам изменений для России срок, исторический вот эти годы. Потому что все-таки, что касается экономики... Ну вот мы здесь в вашей студии уже неоднократно говорили. Ну, 30 лет реформы. Результат, на мой взгляд, мизерный. Мизерный. До сих пор такой компромиссной модели работающей, которая бы сочетала участие государства с точки зрения масштабов России, инфраструктурных проектов, да, и частную инициативу. Этой компромиссной модели не найдено. Очень много идеологии. Наш подход к экономике, он, а, детерминирован идеологическими штампами, такими, знаете, вот, свободно-рыночная экономика, конкуренция и прочее, прочее. В этом смысле мы мало чем отличаемся от советской модели с точки зрения идеологизированности. Когда неэффективность важнее всего, а соответствует тем или иным, что называется, экономическим школам. Просто вместо Маркса теперь Гайдар, да? Ну, Гайдар, ну, я даже, честно говоря, не хочу сравнивать, но... И второе, конечно... Маркс помощнее был. Ну, мягко говоря, хотя я не сторонник Макса. И второе, и второе, и второе, конечно... Ну, Маркс объективно великий ученый, чьи имя писано золотыми буквами, поэтому здесь можно соглашаться или нет, но его роль в науке отрицать было бы... Я далеко не марксист, но все-таки это надо... Я думаю, что Гайдар не самый слабый ученый. И второе, все-таки, дайте вам про Гайдар побольше. Но, при всем уважении, несравнимо. Смешно, может быть. Нет, просто реально, несравнимо. Владимир, и второе, и второе, и второе, наша экономика серьезно детерминирована личными... Это Тетя Роза старшая экономика. Ставарец просто политикам. Это важно, важнее Маркса. И второе, наша экономика детерминирована личными интересами определенных групп влияния. В том числе тех, которые постоянно деньги переправляют за пределы нашей Родины, и они не работают эффективно на экономику. Вот необходимо здесь все-таки найти ту модель, которая будет ставить цели, ставить цели, а способы должны соответствовать достижению целей, а не той или иной идеологеме. И, конечно же, я думаю, огромное количество людей ждет от этой экономики не только того, чтобы появились рабочие места, а не 5, не 6, не 3 тысячи, как у нас рапортуют, а сотни тысяч рабочих мест. И плюс, несомненно, социальная политика, та социальная справедливость, о которой говорят огромное количество людей, и действительно они считают, что ее не хватает. Вот по этим двум направлениям, потому что с внешней политикой, мне кажется, все более-менее нормально, должно быть ориентировано в следующий вопрос. Мы не можем уйти от темы спорта по одной простой причине, что спорт давно стал шоу-бизнесом. И в этот шоу-бизнес огромное количество людей подсело на него, как на наркотик, и вот смотрит, смотрит, смотрит. Поэтому здесь все-таки, да, я призываю не путать нам всем, я имею в виду и зрителей, вот не нагружать это такими политическими смыслами. Ведь, на самом деле, мы тоже поддаемся на провокацию внешнюю, когда нагружаем это сверхраздутыми политическими смыслами. Да, но там есть эти политические смыслы. Я совершенно согласен с тем, что говорилось по поводу... Спорт – это национальная идея. Мы сами эту накачку производили. И зачем, кстати? Ну не я, Михаил, я призываю. Ну я понимаю, Сергей, конечно. Мы сами, так сказать, это делаем, поэтому, знаете, давайте здесь в какой-то момент остановимся и трезво на эти вещи посмотрим. Действительно, в конце концов, в первую очередь, деньги на спорт надо тратить не для того, чтобы все сидели и пялись в телевизор, а для того, чтобы здоровье, так сказать, ну, большинства населения поддерживалось на достаточно высоком уровне. Вот это главное, да, а не поддаваться вот на эту уловку шоу-бизнеса, которая делает из человека такого теленаркомана, который все время должен смотреть, смотреть, смотреть. А вдруг не показали, а он уже фрустрация. Как будто больше вообще смыслов никаких в жизни других нету, да. Второе, помимо того, что мы там должны в эти органы входить и прочее, прочее, это все совершенно правильно, действительно альтернативные игры. Ну вот слушайте, у нас есть шосс. Давайте устроим зимние игры шосс. Мы там будем всегда на первом месте, во-первых. Это раз, а во-вторых, а во-вторых, я вас уверяю, нет, теперь серьезно, если мы сделаем там хороший призовой фонд, приедут все. И американцы подтянутся, и европейцы, и все, и будут ездить. Будут ездить и выступать, ездить и выступать. Это неплохая альтернатива. Третье, по поводу выборов, все-таки возвращаюсь. На самом деле вопрос о программах, действительно, с технологической точки зрения он важен, потому что это, ну, с одной стороны, вроде их никто не читает, но это важно, почему, когда мы рассуждаем об оппозиции, когда мы говорим об альтернативных идеях, надо тоже честно сказать, у нас альтернативные программы, на самом деле, обладают, может быть, только КПРФ, и то потому, что у них есть историческое и идеологическое наследие. Все остальные, в чем слабость всех остальных? На самом деле ничего, кроме долой Путина, они вообще не говорят. Это единственный пункт их программы. Все остальное, или то, что мы уже слышали по 500 тысяч раз, и что на самом деле не работает, или просто какая-то ахинея каких-то молокососов, извиняюсь за рожение, в которых вообще программы нет такой. Вот не Путин, давайте, не Путин, а я. Вот в этом, между прочим, концептуальная слабость многих тех, кто претендует на то, чтобы быть оппозицией.